И сейчас вот обращаемся мы к письмам нашего постоянного зрителя, Петра Петровича из Жлобина. Он нам написал, что хотел заказать кухонный буфет один. Кухонный буфет, но магазин крупной тагровой сети по продаже мебели отказал в продаже, так как нет этого товара на складах фабрики. Но почему тогда на сайте магазина этот модуль имеется и он прорекламирован? Указана цена, размер и цвет. Нет, Петр Петрович позвонил на сайт, ему ответили, мы модулями не продаем, только целиком покупайте, то есть весь комплект кухни. И вот он спрашивает, должен ли производитель мебели корректировать информацию о наличии товара на сайте с рекламой предлагаемой продукции для потенциальных покупателей, вот таких как Петр Петрович. А вот здесь нужно понимать, если это сайт интернет-магазин, то тогда должно продаваться все, что на нем указано. И если, например, товар размещен на сайте интернет-магазина, а говорят, что его нету в продаже или у производителя привезти не могут, то это недостоверная информация о тех товарах, которые продает интернет-продавец. Если же это, например, сайт самого производителя, который там размещает, в принципе, все образцы, изображения всех товаров, которые производит, вот здесь, конечно, это может иметь место, но если и предлагает все-таки заказать, купить, тогда должен говорить, что, например, мы это производим, но в настоящее время нет в наличии, поэтому приобрести не можете. Второй вопрос, можно ли приобрести только часть, например, буфет, есть из всего комплекта. Так вот, если на каждую составную часть этого комплекта установлена цена, значит, тогда это должно быть реализовано потребителю даже какая-то часть этого комплекта. И если не указано, что продается исключительно целым комплектом. Но, как правило, комплект имеет общую стоимость, это представляется как нечто неделимое, по частям непродаваемое. А вот в этом случае, когда демонстрируется, что каждая составная часть имеет свою цену, то должны были продать. Это как бы модульная продукция. Да, да, да. Поэтому должны были продать. Должны были, мне кажется, это вообще даже в интересах компании, потому что кому-то надо меньше, кому-то больше. Да, конечно. Петр Петрович сообщение нам написал. Помните, эпопию сыра, мы ее 10 раз уже смотрели. Петр Петрович не сдается. Нашел он сыр с плесенью, ну испорченный сыр в магазине. Фотографировал, писал жалобы в магазин, в книгу жалоб и предложений. Ну, собственно, сделал все для того, чтобы сыр этот с прилавков исчез. Исчез он не сразу. И, собственно говоря, недавно он пообщался с продавцами, ну так, в неформальной обстановке, видно на улице где-то. И продавцы сказали, что аукнется это все, Петр Петрович, потому что магазин закрывают. Ну, в общем, наехали на нашу Петра Петровича. Но, тем не менее, он работает и продолжает нам присылать вот такие вот сообщения. Ну, это прекрасно. Вы знаете, на самом деле, Петр Петрович такой не со зла, он молодец. И, мне кажется, чем больше таких людей будет, которые будут следить за качеством товаров и оказываемых услуг, тем больше и лучше будут работать наши магазины. Мы не злые, правда. Просто хочется за честно заработанные деньги получить хороший сервис и хороший товар. Ну, и, кстати, задача минимум для каждого покупателя – это не дать себя обмануть в магазине. Вот, ну, можно, конечно, понять продавца, он хочет продать все товары, даже залежалые. Но бдительные покупатели иногда срывают эти коварные планы. Если в магазине замечают нарушения, то не стесняются делать замечания и требовать, чтобы некачественный товар был убран с прилавков. Есть такие покупатели и в Минске. И сегодня наш корреспондент Анна Загородня.